Поединки по ММА во Владивостоке уже под стать профессиональным боксерским боям. Тут и зрителей немало, и бойцов достаточно, и накал страстей всегда на высоте. Однако при этом вид спорта, как в России, так и в Приморье, очень молодой. Поэтому сейчас его развивают усиленно и довольно быстро. Это можно было заметить, например, на последних городских соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе «Молодежный». В этом году мы проводим пятое соревнование по счету. Федерация «Молодая» была организована в 2013 году. Данное соревнование проводится для популяризации нашего вида спорта среди населения, а также это является отборочным этапом, чтобы в дальнейшем наши ребята выступали на более весомых соревнованиях. В поединках встречались бойцы без опыта выступления на профессиональном ринге, поэтому силы спортсменов были вполне равными. Всего в борьбе себя показали порядка 50 человек. Помимо Владивостокского сообщества ММА, чемпионаты первенства посетили также команды из Уссурийска. Вот первые старты, так сказать, наши начались с успеха, потому что действительно все парни, которых я привез, все выиграли. Все показали очень хорошую технику и борьбу, и ударную. То есть в полной мере проявили себя, ну и как результат совершенно, 100% первое место. В прошлом году тоже выступил, тоже первое место, но на крайне получилось съездить. Сейчас будем пробовать вырваться на край, в феврале планируется, чтобы в дальнейшем на Дальний Восток, на Россию, ну по возможности. Для сообщества ММА в России следующий 2019 год будет особенным. Дело в том, что в этих смешанных боевых единоборствах появятся новые правила проведения соревнований среди молодежи. Они немного, так сказать, понизят порог вхождения в этот вид спорта и ослабят пыл схваток, чтобы юные спортсмены не боялись выходить на ринг. С 2019 года будут проводиться соревнования на уровне города и края по детям и по юношам. Поэтому правила достаточно лояльны и травматизм сведен к минимуму. Поэтому мы обращаемся к родителям школьников, мы ждем ваших детей в секциях ММА города Владивостока. По итогам городского чемпионата и первенства большую часть наград завоевали бойцы из местных клубов «Булат», «Блэкбелт» и «Макс». Сильнейшие спортсмены совсем скоро войдут в сборную команду города и будут готовиться к региональным поединкам, которые пройдут в феврале 2019 года. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Продолжение следует...